Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева, и я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. На набережной устроят книжную ярмарку. С утра и до вечера можно будет приобрести литературу взамен на пожертвования. Причем покупатель сам решает, сколько денег оставить за товар. На прилавках в основном жанровая литература, а также книги для детей и любителей классики. Кроме того, на книжной ярмарке организуют и развлекательную программу. Устроят мастер-классы для детей, выступления музыкальных коллективов. Всем желающим расскажут и про волонтерскую деятельность. Все собранные средства направят на помощь детям-сиротам, детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья, выпускникам детских домов. 2 июля с 11 до 19.00 Самарская набережная, Чкаловский спуск. В субботу 2 июля театр Самарская площадь, приглашая зрителей на спектакль «Семейный патриот с посторонним». Сюжет анекдотический. Деревенский завхоз привозит художника из города, чтобы оформить клуб к празднику. И приводит его на постой в семью своей девушки. Как дальше развивается сюжет, поверьте, очень непредсказуемо. В спектакле, кстати, звучит музыка Бориса Гребенщикова. Самарская площадь. Начало 18.00. А в воскресенье 3 июля театр Самарская площадь покажет последнюю пьесу Антона Павловича Чехова «Вишневый сад». В роли Раневской Наталья Носова умиляет и удивляет. Впрочем, и сама пьеса, знакомая многим еще со школьной программы, смотрится легко и приятно. О чем «Вишневый сад»? Ответ на этот вопрос искали многие известные драматурги и критики. Может, именно вам удастся раскрыть главную тайну Чехова? Вишневый сад, Самарская площадь. Начало 18.00. В воскресенье днем мальчишек и девчонок приглашают литературный музей. Интерактивная игра «Необыкновенные приключения в 39-м царстве, 30-м государстве» или «Как победить Кощея Бессмертного». Кто сможет выполнить задание от батюшки-царя по ракоделию и выпечке хлеба? Кому по плечу пройти путями-дорогами Ивана Царевича? Как победить самого Кощея Бессмертного? Интересно? Тогда скорее записывайтесь на участие. Самарский литературный музей. Улица Фрунзе, 155. Начало в 12.00. В воскресенье 3 июля в Академическом театре оперы и балета. Вечер одноактных балетов. Первое отделение – балет «Серенада» на музыку Петра Чайковского. Постановка новаторская и самобытная. Зрители смогут оценить уникальные элементы современной хореографии. Во втором отделении – премьера «Гран-па» из балета «Пахита». Эту хореографическую картину нередко называют «парадным портретом труппы». Главную мужскую партию исполнит солист Казахского театра оперы и балета Рустем Имангалиев. Главную женскую партию впервые исполнит ведущая солистка театра Екатерина Первушина. Начало в 18.30. После спектакля в театре оперы и балета уехать домой можно будет на общественном транспорте прямо с площади Куйбышева. В 20.30 со стороны улицы Красноармейской зрители будут ждать автобусы номер 1, 2, 34 и 47. Уже не первый год музей Модерна становится местом, где самарские художники выставляют свои новые произведения. Этим летом вы увидите работы молодых самарских авторов – художников Ивана Ключникова и Глеба Пескова, а также скульптура Евгения Юдакова. Выставка «Интеракция, интервенция, интерьеры» открыта до 31 июля. Живопись, скульптура, объекты – это стоит увидеть своими глазами. Открытие выставки уже прошло масштабно. Кураторы приглашают всех неравнодушных к современному искусству – молодежно и экспериментально. Музей работает ежедневно с 10 до 18.00. В Доме культуры «Чайка» открыта персональная выставка самарской художницы Анны Есиповой «Ветер странствий». На выставке представлены работы с пленеров, в которых принимала участие Анна в течение последних двух лет. География достаточно обширная. Республика Мариэл, Удмуртия, Крым, города Тверской области, а также красоты родного самарского края. Выставка работает с 10 до 20.00. Адрес – Сергей Лозо, 21, Дом культуры «Чайка». Не сидите дома, проводите время с пользой. Хороших вам выходных и отличного настроения! Поехали! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...